Перемены в погоде способны вогнать в хандру даже взрослого человека, не говоря уже о подростках. Дождливая осень, ранний снег не улучшают нашего настроения. О психическом здоровье нового поколения говорили сегодня на научно-практической конференции специалистов. Психологи бьют тревогу. Подростковые самоубийства периодически накрывают волной наше общество. На днях в Пскове произошла трагедия. Из жизни ушли два подростка. Все большую популярность в официальных сетях набирают так называемые группы смерти, где детей наталкивают на самоубийство. По сути, вот эти группы, они очень похожи на секты по разным признакам. Это противопоставление себя другому миру. Это некая сакральная жертва, которая присутствует тоже в каждой, в принципе, секте. Это на что нужно равняться, куда нужно стремиться. Это контроль над временем, потому что вот одна из групп, которую я изучал, там нужно было заходить 48 часов не позднее. То есть за 48 часов, чтобы не включалось критическое сознание, он, если заходил позднее ребенок, его удаляли. Администратор одной из групп арестован. Однако не стоит мести все под одну гребенку, говорят специалисты. Часто причиной суицидальных наклонностей ребенка становится банальное родительское невнимание. Обращайте внимание, прежде всего, на необъяснимые резкие изменения в поведении. Был весел и беззаботен, шутил, вдруг закрывает себя в комнате и не хочет общаться. Скорее всего, это вот именно последствия какого-то события, которое в его жизни произошло. Часто специалисты советуют попытаться наладить контакт, поговорить с ребенком. Можно что-то написать, положить записку, можно придумать какое-то мероприятие, которое заинтересует ребенка, и там после этого мероприятия возможно с ним поговорить. Переходный возраст едва ли не самый сложный жизненный период. Подростки обеспокоены изменениями, происходящими в их теле. Внутренний конфликт накладывается на конфликт с окружающим миром. Поэтому так важно не оставлять ребенка наедине со своими проблемами. И не стесняться обращаться за помощью к специалистам. Советуют психологи.